Здравствуйте! В эфире канала Россия 24 информационная программа «События недели» в студии Дарья Тендит. На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов провел совместное заседание Антитеррористической комиссии Республики, Оперативного штаба и Координационного штаба по предотвращению и оперативному реагированию на угрозы возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. В режиме ВКС в заседании приняли участие главы городов и районов республики. В целом, общественно-политическая ситуация в республике стабильная. Налажено взаимодействие всех ответственных структур по обеспечению безопасности жителей и предотвращению террористических угроз, отметила глава региона. Обсудили ряд вопросов по взаимодействию органов государственной власти, местного самоуправления, управления ФСБ, правоохранительных структур и силовых органов, преддверии и ряда значимых общественно-политических событий, единого дня голосований, дня знаний и дня республики с учетом существующих вызовов и потенциальных угроз безопасности. По данному вопросу принят ряд решений, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Сотрудники органов следствия Российской Федерации на минувшую неделю отметили свой профессиональный праздник. По итогам работы ведомства, эксклюзивное интервью нашей программе дал руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике Николай Щепкин. Слово Светлане Шагановой. Здравствуйте, Николай Вячеславович. Здравствуйте. Незаметно пролетел год и вы вновь отмечаете свой профессиональный праздник – День сотрудников органов следствия Российской Федерации. Ваш праздник звучат не только слова поздравления, но вы подводите итоги работы за полгода. Вот расскажите об этом, каких результатов достигло ваше ведомство, сколько преступлений удалось раскрыть? Да, действительно, наш праздник, День работников следственных органов, приходится на 25 июля, как раз период, когда подводятся итоги работы за полугодие. В первом полугодие текущего года следователям Следственного управления рассмотрено более 1800 сообщений о преступлениях. Возбуждено 324 уголовных дела. Из этих уголовных дел, окончено расследованием, 203 направлено в суд, 184 дела о 213 преступлениях. 104 из этих преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. По категориям преступлений из числа оконченных 24 о коррупционных преступлениях, 2 налоговых, 7 уголовных дел террористической и экстремистской направленности, 21 уголовное дело о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, 64 о преступлениях против личности, из которых 16 об умышленных убийствах. К положительным результатам работы Следственного управления можно отнести работу по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. Так, на стадии предварительного следствия возмещен ущерб на сумму свыше 107 миллионов рублей. Наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых в дальнейшем возмещении, либо исполнении приговора на сумму, превышающую 222 миллиона рублей. В целом, показатели работы управления за полугодие ниже, чем в прошлом году. Ну, вместе с тем, это укладывается в общую динамику преступности в регионе. Поэтому сравнивать с аналогичным периодом прошлого года здесь не всегда корректно. Хотелось бы остановиться на конкретных преступлениях, резонансных, которые будоражили нашу республику в этом году. Это речь идет о дерзком убийстве полицейских. Что можно сказать на сегодняшний день, каков итог этих преступлений, что послужило причиной убийства? И можно говорить о том, что все террористы уничтожены, либо есть те, которые еще находятся в розыске? Да, следователям следственного управления сейчас расследуется это уголовное дело в отношении пяти жителей республики, которые в апреле текущего года совершили нападение на сотрудников полиции. В ходе последнего нападения все пять преступников были уничтожены. Вместе с тем расследование таких уголовных дел это сложный и кропотливый труд, потому что изучается круг общения обвиняемых, подозреваемых, связи их, для того, чтобы выявлять, устанавливать других возможных пособников, возможных соучастников террористов. Сейчас по уголовному делу установлено, что фигуранты планировали совершение террористических актов, дальнейшие нападения на сотрудников правоохранительных органов, органов власти, с целью завладения оружием и терроризирования населения республики. Для расследования уголовного дела создана следственная оперативная группа из числа наиболее опытных следователей следственного управления и оперативных сотрудников органов МВД и ФСБ региональных. Уже установлено, что двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений и провели в местах лишения свободы 7,5 и 8 лет. Однако, оказавшись на свободе, на путь исправления не встали и продолжили свою незаконную деятельность. В связи с тем, что следствие не закончено, говорить пока об окончательных результатах еще рано о том, были ли соучастники, были ли пособники. Давайте дождемся окончания расследования, и можно будет тогда уже обсудить это более подробно. Вот сейчас летние каникулы, и я думаю, гражданам стоит побеспокоиться о своей безопасности и безопасности своих детей, особенно на водоемах. Вот скажите, какова статистика в данном вопросе, и в этом году были ли несчастные случаи? Да, действительно, летний сезон, особенно его начало, как правило, фиксируется рост числа утоплений в воде. За прошедший летний сезон уже зафиксировано 4 таких случая. В трех случаях погибли несовершеннолетние дети. Каждый из этих случаев является основанием для проведения процессуальной проверки. Следователи разбираются в причинах гибели людей и устанавливают все обстоятельства происшествия. В порядке профилактики, которая в данном случае очень важна, следователи следственного управления проводятся лекции и занятия в школах с детьми перед началом купального сезона, где разъясняются правила поведения на воде, что может привести к трагедии, что может привести к несчастному случаю. Для расширения аудитории основные памятки поведения публикуются на нашем сайте, на страницах в социальных сетях. Традиционно причинами утопления остаются основными это употребление алкоголя, неправильно неквалифицированное занятие экстремальными водными видами спорта, а в случаях с детьми это всегда недостаточное внимание со стороны взрослых. В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, включая должностных лиц, совершавших противоправные действия с квартирами умерших граждан. Скажите, какие подробности известны и как удалось выйти на след этого преступного сообщества? Да, в производстве следователя первого отдела проследования особо важных дел следственного управления действительно находится такое уголовное дело, очень интересное, сложное и необычное. Выявили его в результате совместных действий оперативные службы региональных министерств внутренних дел и федеральной службы безопасности. Началось все с того, что жительница Москвы, планируя вступить в наследство умершей родственницы, обнаружила, что собственником квартиры умершей родственницы стал совершенно другой человек, житель Карачаево-Черкесской республики. Стали разбираться, выяснять, как такое могло произойти, и вышли на вот это вот преступное сообщество. По сути, сейчас следствием установлено, что в 2021 году житель республики создал преступную группу и распланировал совершение преступлений. Члены преступной группы, находясь в городе Москве, в Краснодарском крае, в Сочи, собирали сведения об умерших гражданах, у которых не осталось близких родственников, которые могли и намеревались вступить в наследство. И у умерших оставалось недвижимое имущество, которое на рынке недвижимости, соответственно, составляет достаточно серьезную ценность. После этого, в соответствии с церквением ролей из числа жителей республики, подбирались люди, и наш основной фигурант, он обращался к руководителю отдела ЗАГС одного из районов республики, который за взятку оформлял задними числами документы об умершем якобы факте либо вступлении в брак умершего, либо об усыновлении умершим подобранного гражданина, заранее подобранного гражданина. Эти фиктивные поддельные документы представлялись нотариусу, который тоже входил в преступную группу. Нотариус оформлял наследственное дело и право собственности на наследственную массу, в основном недвижимость, конечно, интересовало, переходило уже членам преступной группы. В дальнейшем эти объекты недвижимости реализовывались, и денежные средства делились между участниками группы. Сейчас членам группы вменяется 17 эпизодов преступной деятельности, среди которых получение взятки в крупном размере, мошенничество в особенно крупном размере, служебные подлоги, иные преступления. И предметом расследования являются незаконные действия в отношении на данный момент 11 объектов недвижимости. Расследование не закончено. Говорить о том, что вся деятельность уже группы понятна и выявлена, еще пока рано. Оно находится на стадии сбора доказательств. Когда уже вся работа будет проведена, все будет выявлено, уже можно будет тогда говорить об истинных объемах их работы и деятельности. Борьба с коррупцией одно из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета. Скажите, сколько случаев коррупции пресечено было в этом полугодии? Действительно, преступление коррупционной направленности это один из основных направлений деятельности Следственного комитета. Это очень серьезный бич, проблема государства. И руководство Следственного комитета ориентирует нас на выявление и расследование в первую очередь именно таких преступлений. В этом году следователями Следственного управления возбуждено 41 уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности. 18 направлено в суд. Часть из них из возбужденных уголовных дел являются эпизодами преступлений, совершенных одними и теми же людьми. Поэтому цифры так разнятся 41 и 18. Это в основном преступления, связанные со взятничеством, мошенничеством с использованием служебных положений, превышением должностных полномочий, злоупотреблением, должностными полномочиями, служебными подлогами. Из наиболее резонансных, интересных дел можно привести пример уголовное дело о совершении начальником отдела одного из подразделений Министерства внутренних дел республики получением взятки от человека в криптовалюте в размере примерно 1 миллион 800 тысяч рублей. Это дело также еще не закончено, находится в производстве, окончание его планируется в ближайшее время. И в день сотрудника органов следствия Российской Федерации ваши пожелания коллегам с профессиональным праздником. Перед работниками следственных органов государством поставлены серьезные задачи по защите прав и интересов граждан, обеспечении доступа к правосудию, восстановлению справедливости, законности, оперативному и качественному расследованию уголовных дел. Во многом от профессионализма и качества работы следователей зависит безопасность граждан, общества и государства. Поэтому в этот день хотелось бы пожелать сотрудникам следственного управления прежде всего успехов в их нелегкой, но очень важной службе, профессиональных побед, достижений, терпения, твердости духа и поддержки со стороны близких и родственников. Не хотелось бы оставить без внимания ветеранов следственных органов. Благодаря их знаниям, опыту продолжают раскрываться преступления, совершенные в прошлые годы. Они продолжают принимать активное участие в работе следствия и передают свой богатый опыт молодым специалистам, крепкого им здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии. Мы в свою очередь также поздравляем вас и весь ваш коллектив с профессиональным праздником успехов вам в нелегкой, но очень нужной работе во благо Карачева-Черкесии, во благо всей России. Спасибо большое за интервью. Спасибо большое за добрые слова. Ежегодно в руки ученым попадают десятки новых артефактов. Завершаются археологические раскопки в поселке Нижний Архыс, проводимые к очагу имени Умара-Алиева, совместно с учеными и студентами московских вузов. Главным объектом исследований был средний храм X века и окружающий его некрополь. Что выявили археологи, смотрите в материале Мадины Каракетовой. Студент образовательной программы «История» факультета гуманитарных наук высшей школы экономики города Москвы Виктор Растворов приезжает в Карачаево-Черкесию в составе археологической экспедиции уже в третий раз. Для него археологический раскопка это реальная возможность прикоснуться к истории и науке и внести свой личный вклад. Мы сами копаем ту историю которая еще не написана но вот нашими руками она делается и в Карачаево-Черкесии мне очень нравится и прекрасная здесь природа и прекрасные традиции прекрасные люди с нашими коллегами из КЧГУ даже друзьями уже можно сказать мы общаемся в течение года и вот у нас жизнь делится от архыза до архыза. В эту экспедицию вошли ученые из студента московских вузов археологам предстоит исследовать три объекта комплекс построек на метрополичьей горе средний храм 10 века и окружающий его Некрополь и южный храм у северо-западной стены которого заложен раскоп до сегодняшнего дня археологические исследования этого объекта не проводились и мы первые кто этим занялся рассказывает руководитель экспедиции директор археологического музея Карачаево-Черкесского госуниверситета Ахмат Айбазов мы знаем что здесь была пристройка трапез на 19 века которая построена монахами верхняя часть конечно утрачена но мы вышли на фундамент который находится под слоем земли но абсолютно случайно всегда считали что это приусадебный такой храм небольшой размерами 6 на 8 но оказалось что вот у него есть тоже небольшой могильник у стен наткнулись на несколько погребений одно из погребений рассказывает Ахмат Айбазов вероятнее всего женское а второе также сооруженное в каменном ящике парное предположительно останки мужчины и женщины похороненных вместе они сооружены по христианскому обряду там 10-11 века безинвентарные то есть даже нательных крестиков на них нет то есть они пустые процесс перехода от язычества в христианство был непростым и парное захоронение возможно было связано еще с остатками язычества считают археологи участие в данной экспедиции студенты считают не только увлекательным но и очень полезным ведь у них есть уникальная возможность не только почувствовать себя настоящими археологами но и пообщаться с ведущими специалистами в области археологии архитектуры и фотограмметрии очень интересно прикоснуться к этому впервые увидеть как его впервые измеряют посмотреть на его фундамент посмотреть на погребения которые были возле него на какой-то минимальный инвентарь пускай он там костяные бусины но все же это очень здорово всегда и очень большой опыт потому что вот я работаю с Ахматом Юсуфовичем на южном храме и бесценный действительно опыт по всяким археологическим процессам для студентов также организованы увлекательные лекции посвященные Аланам архитектуре и культуре Кавказа и влияние на нее Греции и Грузии расскажут о мегалитах дольменах мира и западного Кавказа древней игре вальчики которая до сих пор сохранилась у Карачаевсов и еще о многом другом раскопки на этой территории они совместные и проводятся вместе с институтом археологии Академии наук Институтом востоковедения Российской Академии наук Высшей школы экономики Москвы и Карачаево-Черкесским государственным университетом и они проводятся с 2018 года на регулярной основе совместно с практиками исторического факультета Высшей школы экономики и Карачаево-Черкесского государственного университета эти раскопки только начало в планах исследования всей территории древнего архейского городища а мы очень надеемся что это мощное межвузовское взаимодействие будет долгим и плодотворным говорит Ахмат Айбазов Мадина Карекетова Ольга Савенко Ленат Муков Вести Карачаево-Черкесия Архыс В Ауле Хабес открыли мемориальную доску кандидату технических наук доценту Роуфу Галимовичу Борсову также переименовали улицу Лермонтова имени Роуфа Борсова о жизни и судьбе ученого в материале Заремы Кардановой Еще с имени Пифагора до Лобачевского простирается огромное временное пространство его заполняли величайшие математические умы мира Прежде чем дойти до профессоров в МВТУ имени Баумана Роуф Борсов сначала закончил обычную сельскую школу в Хабезе своими способностями он начал отличаться уже со стен родной школы Это было сердце нашей семьи он был невероятно надежным человеком начиная с самого раннего детства с того момента как он учился в среднеобщем образовательной школе в Хабезе он уже выделялся тогда он был носителем знамени школьного а мы знаем что школьное знамя несет самый лучший ученик Я встречал очень много талантливых людей все что он делал ни на кого не похож и поведением он ни на кого не похож и знанием ни на кого не похож В любом техническом возе во главу угла стоит царица наук-математика будущий ученый человек неординарного ума Роуф Борсов еще в студенческие годы привлекал к себе внимание преподавателей училища имени Баумана куда он с легкостью поступил после блестящего окончания Хабезской школы Учился на факультете производства летательных аппаратов он настолько поражал неординарностью своего мышления своих педагогов что его называли Хабезским самородком когда он ярко защитил свою кандидатскую диссертацию его приглашали на работу на Байконур но папа предпочел вернуться на малую родину Большое видится на расстоянии мне посчастливилось в течение 20 лет и может даже больше поработать вместе с ним в лице Рауфа Галимовича мне посчастливилось встретиться с человеком который обладал высочайшим профессионализмом был примером ну знаете горского поведения мужчина которому хотелось так сказать следовать его стилю поведения учился и учил во многих вузах преподавал и в Нальчском университете и здесь после того как он закончил Бауматку у него направление было военное он занимался прочностью и расчетом ракет это секретные темы которые мы сейчас можно и говорить Рауф Галимович был бы доктором и академиком и все эти регалии ему принаряжали бы если бы он не вернулся в Чаркес когда человек хочет участвовать в большой жизни он наполняет голову математикой и она в дальнейшем оказывает большую помощь в работе вот и Рауфу Галимовичу пригодились блестящие знания в точных науках которые он приобрел во время учебы и этим гордится весь его род он заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации член Национального комитета Российской Академии Наук почетный работник высшего образования Российской Федерации и все это осталось в истории наш старший брат прожил замечательную красивую жизнь и он является примером для того чтобы наша подрастающая молодежь могла взять пример смотря на его деяния на его заслуги мы рады что среди Борсовых и среди жителей аула Хабес есть такие замечательные люди которые представляют и науку и нашу жизнь и наш аул кроме многочисленных научных трудов Рауф Галимович оставил достойное наследие в лице детей и внуков один из внуков Адам Каиров закончив школу с золотой медалью в эти дни подал документы в МФТИ он научил нас правильно расставлять эти приоритеты главным Рауф Галимович всегда считал о получении знаний и поэтому всегда строго следил за учебным процессом мы старались его радовать своими успехами средний Алим также закончил девятый класс с отличием талант внуков напоминает дедушку не только по точным наукам Рауф Галимович был еще большим любителем шахмат также защитил мастера спорта по тяжелой атлетике в семье сейчас подрастает будущий Рихтер отличник третиклассник Адир Каиров уже победитель многих фортепианных конкурсов так продолжается жизнь Рауфа Галимовича в его наследниках почетное право открытия мемориальной доски сегодня было предоставлено отличнику здравоохранения России Мухаммеду Борсову кандидату технических наук Альберту Кедокоеву и дочери Фатиме Борсовой здесь же раздали жителям улицы таблички с новым именем в честь выдающегося ученого Рауфа Борсова Зарема Карданова Мухаммеда Шибока в весе Карачаево-Черкесии всех обез В парке Зелёный остров прошёл день культуры народа Абаза участниками мероприятия стали как представители разных районов Карачаева-Черкесии так и гости нашей республики за мероприятием наблюдала наша съёмочная группа репортаж Артура Мхцы Культурные и спортивные дни народа Абаза ежегодно собирает в Карачаево-Черкесии внушительный состав участников в том числе из других регионов России а также из Абхазии вот и на этот раз в парке Зелёный остров в одном месте можно было увидеть несколько флагов дружно развивавшихся в руках молодых людей в национальных костюмах Ася Гачьяева из Усть-Жигуты родилась в межнациональной семье многое знает о традициях Абазинского и Карачаевского народов и считает что такие мероприятия помогают лучше доводить информацию о культуре обычаях которые передаются из поколения в поколение Почему ты для сегодня для исполнения выбрала именно Абазинский народный танец Потому что я считаю что нужно продвигать нацию нужно поддерживать все традиции все обычаи все нации все должны быть дружными я считаю что все должны друг друга поддерживать жить дружно любить друг друга В этот день на площади перед амфитеатром любой желающий мог не только оценить выставку предметов народных ремесел и рукоделия но также попробовать освоить кузнечное или гончарное дело смастерить что-нибудь из дерева или ткани и разумеется взять на память сувенир с масштабного культурного форума сегодня день который ближе нам министерство культуры и я очень рад что у нас есть такие инициаторы такие организаторы как организация Алашара как Нусаха Балевич которые одной из целей своих жизни поставили возрождение культуры абазинского в данном случае народа хочу поблагодарить организаторов но конечно хочу поблагодарить и вас потому что ни один человек ни одно министерство ни один меценат не сможет сохранять культуру особенно родной язык если этого не будете делать вы ну а чуть позже уже в самом амфитеатре прошел праздничный концерт с участием популярных исполнителей песен на абазинском языке многочисленная зрительская аудитория была в восторге от россыпи талантов выходивших на сцену мало какая песня обходилась без подпевки из зала красочное представление завершилось оставив у подавляющего большинства свидетелей действо приятное послевкусие и желание вновь встретиться уже в следующем году Артур Махцегалина Алиева Альбина Тимирова Ренат Муков Вести Карачаево-Черкесия Такими событиями отмечена уходящая неделя Всего вам доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова